Трое молодых людей в Гомеле получили сроки якобы за участие в массовых беспорядках и нападение на сотрудников милиции. Один из них 16-летний Никита Золотарев, он болеет эпилепсией. Несовершеннолетнего парня суд приговорил к пяти годам воспитательной колонии. По версии следствия, во время протестов в августе прошлого года один из молодых людей, Леонид Ковалев, изготовил два коктейля Молотова и убедил двух знакомых бросить их в милиционеров. Следствие утверждает, что один парень, Дмитрий Корнеев, так и поступил, а вот 16-летний Никита Золотарев убежал с места событий. На одном из допросов подростку стало плохо, его забрала скорая, но из реанимации подростка вернули назад, в изолятор. Позже он сообщил отцу, что его ежедневно избивают. После оглашения приговора белорусские СМИ сообщали, что Никита Золотарев кричал и бился в истерике. О том, как прошел последний день суда над его сыном, рассказал отец осужденного Михаил Хлопунов. У меня сложилось такое впечатление, что судья такой порядочный человек, он так внимательно все вслушивался, все так всматривался, все так было серьезно. И у меня в глубине души появилась такая надежда, что обвинение это понятно, прокурор у него своя задача, а судья грамотный человек, должен все рассудить, поставить на свои места. И вот у меня закралась эта надежда, я был на 98% уверен, что все обойдется. Ну как бы минимум таким, понимаете, это малой кровью, так говорится. Ну дадут ему там эти 7 месяцев, да, который он уже отсидел. Все, и на этом забудем. Обвинение, ну, не только по моему мнению, не только по тому, что я видел, базируется... Ну я тем-то говорю, кто меня спрашивает, хотел, мог, предположительно, желал, помышлял, а самих-то действий не было. А какой-то свидетель, любитель, тактист, там, 100% его там лупацами, там, как положено, он сказал, там, видел я бутылку, то Никита доставал ее, там, из барсетки, а там такая маленькая сумочка, ну, знаете, через плечо носит молодежь. Такая, может быть, 20 на 20, такой сантиметр, там, или 20 на 15, такая. Я специально купил эту бутылку, ну, которую описали, там, эту бутылку. Она никак туда не влазит. Вот. И все показания, кто-то видел, кто-то слышал, кто-то предположил. А толком ничего нету. Я, понимаете, я сейчас провел такой вот... Ну, как бы, я уже не маленький, мне уже 51 год, я жил в Советском Союзе. Вот. Я думаю, что в Советском Союзе даже за это бы никого не судили. Они бы даже не попали за решетку, они даже последним бы не тедели. Мне жалко всех, и Корнеева, и Ковалева. Корнеев, не знаю, зачем он вину свою признал. Но он рассчитывал, что ему скосят там срок, а ему дали больше всех. Ковалев вообще у него положительные характеристики, у него трое детей. Шесть лет ему дали. Моему сыну. Мой сын, да, там написали в СМИ, в сильных новостях, что типа у моего сына была истерика. Я вам скажу так. Это была не истерика, это была реакция нормального человека. На обстоятельства, понимаете? Он не понимает, за что он сидит. Мы также спросили у Михаила Лапунова, регулярно ли он получает письма от сына за решетки и дают ли подростку лекарства от эпилепсии. Никакой связи у меня нету. Во-первых, письма он получает нерегулярно. Нерегулярно. Вот я спрашиваю. На суде бывает, когда приходит он, да, получается перекинуться пару суток. Там охранники заслоняют, там процент, так, знаете, ходят так, что бы ты ни увидел, ни ты не сказал. Я говорю, Никита, лекарства дают? Нет, не дают. Когда давали в последний раз? Позавчера. А ему вообще по диагнозу, у него диагноз эпилепсия, там, адсанс, физический, не могу говорить это слово, короче. Ну, скажем так, эпилепсия. Вот. Ему дают там раз, допустим, двое суток. Понимаете? Он должен получать утром и вечером препараты эти. Если они не дают, идет обострение. У него отмирают клетки мозга. Ну, они его убивают. Они его убивают, не дают ему лекарств. Изначально, когда Никиту задержали, его обвинили в том, что он бросал коктейль Молотова. Его опознали два милиционера. Ну, они не милиционеры, там военная часть какая-то, 25-15, у Гомера у нас там на улице Космической. Они показали на него пальцем. Вот, это он, это он. Потом появляется человек, который говорит, я бросал. А он не спрашивает, ну, а как так, что, что. Ну, вы знаете, мы так подумали и поняли, что мы ошиблись. А Никита мой сидел уже два месяца. Понимаете? Когда было следственное действие, это было опознание. Я точно это помню. Я прихожу в кабинет. Там куча этих ментов. Не знаю, человек 10, наверное, их там было. Они туда-сюда снуют, снуют, снуют. То есть опознание, опознание, да? А я прихожу в кабинет. И, ну, Никита в КПЗ сидит, там, ИВС. Я его переодеваю полностью. Снимаю с него штаны, там, майку, там, кроссовки снимаю. Все, полностью его переодел. Заходят два этих космонавта. Ну, уже не в касках, конечно, там. И опознают Никиту, что Никита бросал коктейль Молотова. У них спрашивают, а по каким признакам его опознали? Ну, вот же в этой одежде был, в этих кроссовках. Там, по форме лица. И вот тогда, тогда, у меня, понимаете, у меня такой ужас, у меня глаза открылись, мы с адвокатом переглянулись, и все стало ясно. Понимаете?